Стрельцы, рада вас снова приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И в текущем видео хочу вам предложить Тероскоп на мае 2018 года. По традиции у нас всего с вами будет 6 позиций. Карта вам покажет общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Ну и карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести вам этот месяц. Работать мы сегодня будем с универсальным фантастическим таром. Хочу напомнить, что расклад идет для широкой аудитории. Он не может однозначно проиграться для нескольких тысяч людей по многим причинам. Первая причина – я просто не ваш специалист и не могу считать информацию с вашего информационного потока. Вторая причина – возможно вам стоит просматривать Тероскоп по асцеденту своего знака в натальной карте. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения и будем смотреть, о чем нам вещают карты. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и какова будет общая атмосфера месяца. Итак, общая атмосфера месяца. Королева мечей. По королеве мечей здесь либо вам нужно будет доказывать уровень своего профессионализма, соответственно, знаете, как отстаивать свои права в рабочей сфере, либо же в целом это ситуация какого-то жесткого взаимодействия с окружающими, когда вы будете пытаться вылить на них свою агрессию, либо озлобленность, либо в целом, знаете, воспринимать все сказанные слова в ваш адрес каким-то образом резко, то есть перекручивать их на свой лад. Потому что королева мечей, женщина такая довольно, скажем так, острая на язык, отсекает все ненужные связи, отношения, в целом какие-то выпады в свой адрес. Но все же, мне кажется, здесь больше проиграется именно с профессиональной точки зрения, когда вы будете бороться за место под солнцем, да, и тем не менее стремиться либо к какой-то должности, либо в целом к росту по карьерной лестнице. Давайте смотреть, как у вас отыграется здесь. Так, ну с позиции работы перевернутая пятерка жезлов, здесь отсутствие конкуренции, то есть либо вы являетесь мастером своего дела, и, скажем так, здесь у вас в целом нет трудностей и препятствий, как следствие вы добьетесь своей цели. Ну, а если вы безработный, то на текущий момент у вас в целом нет препятствий для трудоустройства. То есть все в ваших руках, и вы вполне, благодаря своим навыкам, опыту и мудрости, сможете найти, ну, и быть соискателем той должности, о которой вы мечтали. Что вас ожидает в плане финансов? Здесь у нас падает перевернутая девятка жезлов. Данный аркан, скажем так, не сулит быстрых инвестиций. Я объясню, почему быстрого дохода. Потому что либо вы здесь были безработны, соответственно, пока рост доходов не предвидится, либо те ресурсы, которые у вас были на данный момент, по каким-либо причинам иссякли. Здесь может отыграться какие-то внешние обстоятельства, это связано, может быть, с обучением, с целым, с развитием профориентации, ну, либо с какими-то другими моментами, которые могут отыграться в вашей жизни. То есть, вот в целом, какого-то крушения материальных потерь я здесь не вижу, но и не вижу здесь, знаете, как притока материальных средств. Что вас ожидает в сфере здоровья? В сфере здоровья здесь падают влюбленные. Ну, с позиции здоровья максимум, что здесь вас может беспокоить. Это в целом либо заболевание мочеполовой сферы, но я сейчас не подразумеваю венерические заболевания, не подумайте, нет. Либо же по влюбленным очень часто идет в целом, знаете, как одновременное лечение нескольких болезней. Потому что влюбленный это все-таки у нас, скажем так, да, парный аркан, который отвечает... Ну, потому что по влюбленным здесь проходит сама по себе ситуация, когда вы одновременно можете лечить и почки, и одновременно лечить, я не знаю, вегетососудистую дистонию, понимаете? То есть то, что у вас, грубо говоря, идет неизбежным и тянет одно за другим. То есть вот из одного заболевания у вас вытекает другое. Это, знаете, как последовательное лечение. Так, с позиции личной жизни у вас падает перевернутый туз мечей. Перевернутый туз мечей – это либо, если вы одиноки, то здесь не предвидится каких-либо знакомств. То есть это, знаете, как месяц самодостаточного одиночества. Если вы находитесь в партнерских отношениях, здесь может быть такой вот повышенный накал страстей, выяснение взаимоотношений, либо в целом, знаете, как я говорю, уход в себя. Потому что акцент вы будете делать либо на каких-то рабочих моментах, либо в целом на собственной самореализации. Поэтому здесь те, кто находится в паре, будете вы по минимуму уделять время своей второй половине. И какой совет вам дают карты? Здесь у вас падает король Пентакли. Ну, король Пентакли – это карта стабильности. Это карта успеха, это карта плодотворного ведения дел. Если с позиции совета, во-первых, здесь вы можете получить помощь либо какую-то протекцию со стороны мужчины, мужчины влиятельного, и, как правило, это знак земной стихии. То есть это телец, козерок или дева. Если же с позиции совета, ну, во-первых, откладывайте копите на будущее. Здесь нельзя расценивать с позиции на черный день. Нет, потому что король Пентакли не откладывает на черный день. Это тот человек, который откладывает деньги, их инвестирует и их приумножает. То есть вкладывайте либо в себя, в свое образование, в свое саморазвитие, либо вкладывайте в какие-то проекты, которые по итогу могут вам принести либо пассивный доход, либо инвестиции. Потому что король Пентакли – это всегда за делом на будущее, то, что вам принесет стабильность. Вот такой вот вышел расклад. Кратко. Не очень емко, но тем не менее, надеюсь, для вас это было информативно. Отписывайтесь, пожалуйста, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Для меня крайне важны ваши комментарии и обратная связь. Безусловно, не всегда я своевременно отвечаю, веду свои занятости, но тем не менее, каждому из вас благодарна за ту связь, которую я получаю. Для тех, кто хочет заказать индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы можете найти под этим видео. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!